народ всем здорова сразу говорю сорян за то что не было долго видео у меня идет ремонт идет уже блин дней наверное 15 из-за этого ничего ни хрена не могу сделать вся клавиатура он блин покрылась и дали пыли какой жопа прям ну да ладно в общем пришла посылка пришла не без геморроя накосячила нашу любимую почту россии но он и косячила не особо по черному в общем в чем вся суть перед новым годом числа 27 наверно 26 я заказал себе посылку смарт-часы и весь прикол в том что эти смарт-часы пришли 14 числа в главпочтамте они отметились последней . это было мое почтовое отделение и от почтамта до моего отделения полтора километра то есть от одного начала улицы до другого конца улицы все она пропала с 14 февраля она никак не билась сегодня какой у нас 27 по моему что ли я звонил 25 числа к ним туда в поддержку говорю так и так типа посылка зависла они говорят по ходу со стопроцентной вероятностью она в твоем почтовом отделении но давай еще напишем с тобой заявление заявление на поиск посылки да говорю сразу я конечно подохерил немножко как все это просто сейчас делается да я слышал то что на почте россии есть была вернее реинкарнация что ли да то есть я просто дал им последние шесть цифр своего паспорта электронный адрес фактический адрес проживания не адрес прописки а фактический адрес проживания все она все за меня то есть там девчон девчушка такая классный голос не как сейчас говорят я буду да и в общем она все за меня сделала все грати по ждите в течение я спрашиваю а когда можно будет ждать вообще результата она говорит вообще в течение двух-трех дней ну то есть сразу они обычно посылка находится она бьется в приложении почта россии можете идти забирать все но вы говорит сходите туда на почту и попробуйте уговорить все таки почтового этого как его служащего до чтобы он ее поискал я горюки ладно и вот я сегодня пошел то есть получается 27 числа сходил будет так и так а нам еще посмотрим смотрит ахабрина турист 14 числа лежит я говорю а чё в чем проблема то она говорит типа те заказы которые у нас 14 пришли штук 50 вообще у них не пикнулась то есть они никак не прошли по почте вот такая штука то есть это вам на будущее если с почтам то посылка к вам идет и буквально вот вам осталось ну то есть как это красный километр последний километр называется да то есть если она не пришла идите сразу в этот же день туда и спрашивайте сотрудника почте чтобы он не поискал уже физически своими ручками потому что такое бывает на моей памяти это уже второй раз первый раз было лет семь назад но я жил на другом адресе ну неважно в общем что за часы дело в том что я выбирал очень долго себе часы специально себе как говорится в подарок на новый год да с тем расчетом чтобы у часов знаете как это бывает то есть сам по себе экран большой а дисплей там маленький в пол экрана всего так вот я выбирал чтобы дисплей сам соответствовал размером экрана давайте посмотрим они вообще включится нет ну да видите то есть часы прям практически идеально ну там может быть один миллиметр от края безеля пленочку снимаем часы сами по себе по настройкам очень гибкие скажу сразу еще что у меня зацепило в этих часах это то что их можно перепрошивать к этим часам есть отдельная тема на фо пда и там люди скидывают прошивки экрана здесь большое количество очень прошлой версии прошивки экранов было если я не ошибаюсь 4 штуки что сейчас здесь добавили в стол их если я не ошибаюсь больше 30 часы вообще огонь по дисплею сразу скажу ни точек ничего не видно но это полный фаш все есть часы не измеряют стеклянные банки да то есть как это называют пульсу стеклянных банок не мерят у стаканов тоже цена часов без всякого без скида безо всего цена часов 5 косарей момент с чем-то но мне они так как у меня статус платиновый на алиэкспрессе у меня есть небольшая скидка по статусу плюс мне приходит очень много разного рода купоны то есть мне эти часы встали в три тысячи пятьсот с копейками рублей то есть очень дешево несколько получается можно заказать несколько видов да то есть ремешков есть кожаные ремешки я заказал для себя вот силиконовый вот такой вот металлический мне по идее мне железные вообще не нужны и железные ремешки не люблю почему не знаю мне отправить силиконовые есть еще несколько видов ремешков но там уже подороже получается я заказал такой комплектацию ну естественно все это так вот кладется зарядка примагничивается но я сейчас знаете что сделают наушники кстати в подарок халява ну и небольшой талмуд с цветным изображением английский китайский язык ну талмуд нам не нужен по идее давайте так я день в этих часах похожу давайте сейчас цеплю вообще это выглядит ну то есть получается как-то так они небольшие не маленькие подарок стать еще где-то тут стекло было защитный для них то есть красота все хорошо нормас в общем я в них день похожу и уже сниму более подробные видео про эти часы для меня это будет больше суток для вас это будет прямо сейчас так ну чего в общем походил я с ними ни один день 3 сразу могу сказать конечно впечатление только положительные с одной стороны с другой стороны есть и отрицательный ну давайте сейчас по как говорится по очереди да что мы имеем часах измерение сердцебиение измерение давление мониторинг сна погоду ну измерение шагов это все само собой измерение кислорода чего еще а сожженные дрова в общем дисплей нас amoled 1,39 дюйма 454 на 454 точки давайте сразу перейдем к настройкам по дисплей давайте нет сначала циферблаты посмотрим по циферблатам вообще все огонь циферблату здесь офигенное количество уже встроенных чем здесь на любой вкус практически на любой конечно вот этих вот бабских дофигища прям очень много ну что-то на тип вот таких вот я думаю что нормальный мужик с таким циферблатом ходить не будет ночью то всего полно и что самое главное ребята дисплей здесь прямо на весь экран то есть без всяких рамок в комплекте было защитное стекло защитное стекло я уже наклеил но чуть-чуть не ровно видите с этой стороны она чуть-чуть выступает вообще эти часы 95 процентов копия если я не ошибаюсь huawei watch gt2 то есть прям совершенно идентичный за исключением кнопок дело в том что кнопки здесь видите с красными полосками на тех часах такого нет а так внешне они ну прямо один в один ну из наверное еще снизу датчики расположены может быть по-другому еще мы имеем степень влагопылезащиты ip67 не 67 67 до 6-рочка это у нас полная пылезащита стопроцентная семерочка это влагозащита 30 минут на глубине до 1 метра сразу говорю испытывать не советую мало ли чего ну потому что вроде как китай китай да хотя а чё тут зачем говорить если у нас айфоны делают в китае ну я думаю может быть все это дело соответствует ладно идем меню по меню что мы имеем у нас есть штрих-код не штрих-код а qr-код сканируем закачиваем приложение в телефон дальше версия прошивки 40303 сейчас вышла новая версия это у нас 5 5 что-то что-то там ну вообще по идее все вот эти прошивки они на внешность здесь никак не влияет абсолютно то есть как я понял там только вес прошивки разные пятая версия прошивки она немножко полегче но на работу как говорится не влияет да и бог с ним ладно идем дальше bluetooth мобильная местная режим наушников мобильная как я понял это у нас трансляция музыки с телефона на часы то есть часы у нас могут работать в качестве bluetooth колонки местная но местная соответственно это ничего то есть музыку у нас на них передаваться не будет они будут проигрывать музыку которая в них закачана то есть сами по себе сам динамик режим наушников это у нас подключение bluetooth гарнитуры часа емкость памяти у нас 4 гигабайта получается музыкой сюда можно накачать ну много-немного но да по идее нормально хватит идем дальше ну аккумулятор аккумулятор настройки дисплей заменить ну это понятно да это у нас циферблаты время настройка даты времени вибрации это у нас 0 до 3 интенсивность вибрация вообще я держу на двоечки мне прямо ну за глаза думаю вам наверно будет также яркость это понятно яркости с запасом дохерище я держу на половине ну это некоторых ситуациях получается что много дальше у нас язык языков здесь ту его куча на любой вкус режим юсби здесь мы закидываем музыку перепрошиваемся часы можно перепрошить все нормально все хорошо все работает ну а часах это у нас ясная информация далее системное меню выключение перезагрузка сброс настроек выходим отсюда нажимаем нижнюю клавишу дальше у нас пошла вся вот эта спортивная дребедень и вся дребедень для здоровья шагомер шагомер понятно что такое внизу я так понял что статистика которая ведется но так как я шагомер не включал он у меня сам по себе он всегда работает шаги отображаются но в этом нижнем подменю я не знаю здесь ничего нету наверное просто нужно нажать именно шагомер чтобы экран горел вот именно вот так тогда статистика будет вестись далее у нас спать режим мониторинга сна здесь тоже ничего нет спал я в них один раз они у меня насчитали 9 с лишним часов и просто разделили легкий сон и глубокий сон на 2 грубо говоря я не знаю как они это считают но часы вообще по идее за основу должны брать измерение давления измерения пульса и акселерометр то что я лежу они определяют причем определяют сто процентов то есть лежа начинаешь смотреть время они тебе времени покажут то есть только под определенным углом вот так вот наверное будут время показывать да если вы лежите получается акселерометр у вас будет работать вот так естественно они не сработают ладно идем дальше частота сердцебиение часы не мерит воздух это уже хорошо по поводу вообще точности сердцебиение мерят точно плюс-минус два удара это хорошо это нормально но они начинают мерить не сразу то есть буквально нужно подождать нами на минуту для того чтобы они прям очень точно все вам отмерили дальше кислород крови по поводу кислорода в крови ничего сказать не могу меня это добедение нет который измеряет сравнивать менее с чем идем дальше кровяное давление здесь у нас интересная ситуация получается у меня есть измеритель давления но он аналоговый знаете с такой с грушей где я измерял красный 5 и во всех случаях сейчас я вам покажу у меня получилось довольно таки интересная информация давайте сейчас подождем глянем какое давление не покажет 114 на 76 вот смотрите вот то давление которое на 76 это у нас получается верхние да если я не ошибаюсь нижние у нас нижние давление 76 а вот точно и точно и до буквально двух единичек плюс минус ну то есть но нормально оно точно 115 здесь 114 здесь верхнее давление идет разброс разброс 20 единиц она может быть либо вверх либо вниз всегда один и тот же результат нижнее давление точно и верхнее давление разброс с чем связано я не знаю но по идее сами же знаете то что от этого отталкиваться не стоит но для примерного результата в принципе пойдет дальше мы имеем плеер но здесь вся музыка без русских прав насколько я понял часы орут так что будь здоров в общем так идем дальше дальше у нас движение здесь ту и ухучу тоже всяких функций велосипед не велосипед в общем есть все как алка что тут плавание футбол волейбол горные всякой дребедень здесь у нас история спорта ведется статистика здесь ничего сказать не могу не пробовал я не спортсмен дышать здесь у нас упражнения для дыхания то есть вы просто дышите так как он показывает дисплей один вдох один выдох они вибрируют для чего это вообще не знаю как по мне бесполезная штука погода погода показывает на три дня то есть на сегодня на завтра на послезавтра последний раз часы у меня 31 числа коннектир с телефон даст телефону поэтому такие даты так набирать номер все это тоже работает это тоже подключаем телефону контакты это тоже сообщение это тоже все работает бульбудильник бульбудильник тоже работает нормально красота секундомер секундомер работает на масс камера камера тоже у вас показывает изображение которое снимает камеры телефона тоже работает тоже надо подключать ну и по идее пойдем дальше так дальше где мы еще не были дисплей заменить ожидать так здесь были время дату и время здесь тоже были вибрации были яркость языки usb часах системное меню так мы не были у нас здесь вот еще выйди с переводом здесь конечно не особо выйди это получается а у нас затемнение дисплея и отключения до после того как он покажет вам циферблат но когда часы у вас на руке когда вы смотрите время часы сами по себе выключается примерно секунд через пять и я не знаю как это работает но вот это время не зависит от фактического то есть когда часы на руке вы носите носите время хлоп посмотрели а потом руку опустили они у вас тут же выключились здесь как я понял выбираем вот пример 15 секунд нажимаем определить мы часы положили все то есть если они не на руке у вас да через 15 секунд они отключаются дальше самое интересное чанглян 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 тех дисплей в общем здесь мы тоже видим 5 минут 10 15 20 всегда ну и все в том роде чанглян это у нас получается always on display то есть всегда включенный дисплей здесь есть тоже интересные функции довольно таки так давайте сейчас и найдем нас вот ожидать это режим у нас всегда включенного дисплея здесь мы выбираем ну давайте возьмем вот эти да то есть мы отключили видите экран у нас на самом минимальной яркости и он горит всегда но и показывает стрелочки время видим да то есть на движение руки все это дело не реагирует вообще никак дисплей не реагирует просто показывает на движение тоже не реагирует просто показывать дисплей стрелки время так вот это тот так давайте отключу его потому что эта штука нам не нужна здесь их несколько дисплеев так вот этот чанглян он по идее у нас есть тот самый always on display то есть мы можем задать ему время через который дисплей все-таки будет отключаться то есть не всегда гореть работать а все-таки отключаться я не знаю зачем эта функция нужна и кому но если режим называется always on display так соответственно он должен гореть всегда но видите как разработчик все-таки решил таймер засунуть ну по идее с этим у нас все наверное да я сейчас не буду вам показывать приложение которые часам там ничего интересного нет единственное что интересного там еще цифербатов 30 наверное можно закачать в часы по идее так все стандартные функции как и у любого приложения часы коннектится прекрасно все мерят статистику ведут так что так часы хорошие ничего сказать не могу я вообще не пожалел что я взял так что всем советую ссылка будет описание счастья вам здоровья держитесь там очень всем пока